Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, продолжается недельная глава ВАИКРА. Вообще, ВАИКРА – это книга очищения, это книга Коэнов, это книга, которая помогает нам, все, что находится в этой книге, очищать свою душу. Один из методов очищения души – это возможность фокусироваться только на своих проблемах, на своих поступках и на своих деяниях. Здесь имеется в виду то, что люди часто в сложной ситуации начинают судить других. Вот это совершенно недопустимо в сегодняшней ситуации. Моралис Праги давал такое объяснение – только Бог может судить человека целиком. Только Бог. Мы не можем. В каждом из нас в определенной мере есть хорошее и плохое. Даже те из нас, кто совершили множество нехороших поступков, возможно, сделали много других хороших поступков, которые перевесили плохие. Мы этого не знаем. Возможно, что написано в Кабале, что иногда один поступок человека настолько важен, что может послужить противовесом вообще всему. Поэтому, когда ты смотришь на человека, ты всегда ищи хорошее. Смысл в том, что только Бог знает правду. Он может судить человека в контексте всей его жизни, всех его поступков, как плохих, так и хороших. А мы что? Мы должны подражать небесному суду. Нам тоже нужно смотреть на человека целиком. Вы думаете, что он плохой, но разве он полностью плохой? Разве у него нет хороших качеств? Очевидно, что что-то хорошее есть. Посмотрите на него целиком. И вообще смотрите на любую ситуацию целиком, а не выделяя ее отдельно. Да, в каждый момент иногда кажется, что ситуация плохая, критическая или ужасная. Но, может быть, ведет она нас совсем к другому. Вы знаете, однажды Адмор Исгур, это автор книги Пнееминахин, великий человек, давал урок по изучаемому часто трактату Авод. И дошел до такой Мишны, где называется «Суди каждого человека, находя оправдывающие его обстоятельства». Буквально это написано там следующий так. «Суди каждого человека, склоняя чашу весов в его сторону, в сторону оправдания». Он спросил учеников, а что это за чаша такая? Почему его это называют чашей? Ни один из учеников не смог ответить. И Адмор объяснил с помощью примера. Если у человека суп в большой кастрюле, он берет большой половник, да, и как он им пользуется? Крутит там, ищет кусок мяса там, вот размешивая суп, ищет, ищет, пока не найдет. Вот судить, используя чашу оправдания, значит вот таким вот половником, вот такой чашей, искать все время хоть какую-то заслугу, какое-то оправдание любому человеку. Будешь искать, непременно найдешь, как мясо в супе. Вот такой ответ очень понравился ученикам, но Раф сказал, что и это не все. Когда вы покупаете пару ботинок, как вам помогает вот обувной рожок, который вставляет ногу? Разве он укорачивает стопу? Нет. Расширяет ботинок? Тоже нет. Ни то, ни другое. Такой рожок-лопатка просто помогает стопе войти в ботинок. То же самое с чашей оправдания. Если обречить себе поиск, все совпадет. Будешь искать хоть какое-то оправдание, хоть какие-то заслуги, обязательно их найдешь. Как добиться, чтобы чаша оправдания перевесила? Попытаться представить себя на месте другого. Подумать, если я был бы на его месте, в его состоянии, в его положении, с его желаниями, с его наклонностями. Возможно, я вел бы себя еще хуже. Это как пример. Наша проблема в том, что мы спешим судить человека, не пытаясь найти для него даже малейших оправданий. Мы действуем исходя из ежесекундного порыва и немедленно готовы повесить его на городской площади. Почему? Потому что на самом деле мы не крутим этот паломник, мы не пытаемся найти у человека хоть какие-то заслуги, хоть как-то оправдать его. Ведь это требует определенных усилий, а нам хочется возложить на кого-то вину. Нужно быть в какой-то мере, вообще пренебрегать общепринятыми условностями и проявлять больше любви к каждому человеку. Вот эта знаменитая чаша оправдания, о которых мы сегодня говорили, это наша возможность увидеть в другом точку света, его заслуги. В каждом человеке есть точка света. Ищите ее. И вот это правильный путь. Прежде чем судить ближнего за какие-то действия, за его жизнь, за характер. Сначала обуйся в его ботинки. Пройдись по тому пути, по которому он шел. Упади там, где он падал. И поднимись так, как он поднимался. Вот тогда можешь судить о нем. А почему мы сегодня, это самое важное, именно сегодня, в наши дни. Когда мы приучаемся судить о каждом человеке, подыскивая ему оправдание, мы создаем вокруг себя защитную стену, говорит Кабалат. Ведь тогда и Творец судит нас по принципу мера за мера и будет находить нам оправдание. В любом варианте. И мы выйдем из любой сложной ситуации. Брахава Ацлахам.